Правительство просит парламент продлить режим чрезвычайного положения еще на 60 дней. Постановление Кадмина было одобрено на сегодняшнем заседании по инициативе МВД. Министр внутренних дел Анна Ревенко заявила, что интенсивность военных действий на Украине возрастет в последующие месяцы, из-за чего Республика Молдова столкнется с дополнительными рисками для национальной безопасности. Действующий башкан от ОГГУ Зерина Влах заявила, что реальных причин продлевать режим ЧП нет. Ракетные обстрелы военной и гражданской инфраструктуры соседней страны продолжаются. Регистрируются существенные материальные потери и жертвы среди населения. Близость к военному конфликту сказывается и на нашей стране. Сохраняются риски нарушения воздушного пространства Республики Молдова. Ровно как и риски нанесения ущерба газотранспортной сети Украины и электросетям соседней страны, что может вызвать перебои в поставках электричества в Молдову. Действующий башкан от ОГГУ Зерина обратилась к премьер-министру с просьбой объяснить, зачем на самом деле нужно продлевать режим ЧП. И вы, господин премьер и госпожа Санду, говорили, что рисков военной агрессии по отношению к Молдове нет. Также вы заявляли, что энергетический кризис разрешен. В разгар ЧП вы организовали массовый митинг. И 1 июня у нас проводится саммит европейского политического сообщества, куда прибудут около 50 лидеров стран Европы. Так объясните, мы сейчас в безопасности или мы в зоне с повышенными рисками для национальной безопасности? Получаются двойные стандарты. С одной стороны, вы говорите, что рисков нет. С другой стороны, вы продлеваете режим ЧП. Ответил Дарья Налича на заявление Влах на повышенных тонах. Я вам отвечу на вопрос. В последующие 5-7 недель убийцы продолжат усиливать военные действия на Украине. Вот что случится. Мы должны об этом думать. И если появятся риски для безопасности, мы должны быть в состоянии на них ответить. Повторю, риски в адрес безопасности Молдовы существуют. И правительство обязано обеспечить наличие всех необходимых инструментов, чтобы отвечать на эти риски. Будут еще вопросы. Ирина Влах продолжила настаивать на более конкретных ответах. По словам действующего Башкана, за 30 лет независимости страны ни одно правительство не работало только в условиях режима ЧП. Как это делает Кабинет министров ПДС? Вопросов нет. Хочу лишь заметить, что единственное правительство, которое работает только в условиях режима ЧП. За эти 30 лет ни одно правительство не работало в таких условиях. И непонятно, почему так происходит. Вам не хватает компетентности работать в обычном режиме? Так получается. Еще раз, я вам ответил. Убийцы продолжат бомбардировки инфраструктуры Украины. Это затронет и нас. И поэтому нужен режим ЧП. Правительству необходимы механизмы вмешательства в чрезвычайной ситуации, чтобы защитить украинцев, молдаван, гагаузов, болгар и всех других граждан Республики Молдова. Премьер-министр Дарин Ричан с проектом о продлении режима ЧП отправится в парламент, где попросят поддержки депутатов. Напомним, особый правовой режим был утвержден в стране 24 февраля 2022 года и с тех пор каждые два месяца продлевался. В партии ШОР, комментируя решение Кабмина, заявили, что намерение правительства ходатайствовать о продлении чрезвычайного положения еще на 60 дней, является еще одной демонстрацией полной неспособности власти управлять делами страны. Следует напомнить, что чрезвычайное положение вводится в условиях кризиса или непосредственной угрозы безопасности государства. Но Республика Молдова в настоящее время не сталкивается с такой опасностью. Сами высокопоставленные чиновники неоднократно заявляли, что Республика Молдова находится вне опасности в связи с боевыми действиями в соседней стране. Это подтверждает и тот факт, что ни в одной другой стране, граничащей с Украиной, до сих пор не было введено чрезвычайное положение. Партия Шур осуждает намерение власти сохранить чрезвычайное положение без какого-либо обоснования и расценивает его как нарушение Конституции и верховенство закона. Формирование подчеркивает, что единственной проблемой страны в настоящее время является некомпетентная и антинациональная власть.